всем привет приветствую вас дружочки пирожочки давно не снимал ну скорее всего наверно так и буду продолжать это делать кто волновался там за цены на бензин не волнуйся все хорошо там скачала то есть упала на трешку кто волновался там за меня у меня тоже все хорошо все в гору и там и по работе по семье просто прям я не знаю это золотая полоса ведения везение не сильно как-то я не знаю на подъеме там начала во флориде у меня сложилось такое ну шершавенькая сейчас последнее время все хорошо и пришла мне значит в голову такая одна идея идея пришла достаточно давно на самом деле еще перед видео про шоп марина но марин и и только усилил но воплощать эту идею сразу я не стал потому что это было бы нечестно сейчас чуть погодя наверное можно на чем происходит в чем идея сейчас большая волна иммиграции первая волна пошла когда бетончик пришел к власти и под раскрыл границы из как бы стало легче иммигрировать и мексиканцы там наверно стали плакать от количества русских и украинских иммигрантов и второй этап когда путинокио засел войну и поперла еще больше из украины и с россии в украине есть это право программа я не помню как она там называется но какой-то более более легкой иммиграции и очень действительно очень-очень-очень большой поток очень нам большой наплыв значит это первая часть пазла чего происходит вторая часть пазла пока одну краткая историческая справка шучу когда-то я много общался в контакте там по малярке там про америку мои было тоже очень много вопросов по этим двум темам и описал посты и какие-то некоторые ребята начали спрашивать давай ты будешь делать канал потому что ну у тебя получается интересно рассказывать и за одну уберешь какие-то ну дурацкие вопросы да у тебя будет меньше это сама что-то спрашивать я начал делать канал вопросов стало еще больше вот и к тем вопросам то есть наоборот как бы горизонта скажем так спрашивающих расширился вопросов стало к сожалению больше они меньше хотя изначально я думал чуть-чуть себя подосвободить от этих вопросов и вместе с какими-то малярскими вопросами начали пошли вопросы про работу что или устрой меня на работу или найди мне там кузовщика маляра там и так далее то есть есть одна часть людей которые приезжают которые ищут работу есть другая часть людей которых я как-то здесь знаю который меня спрашивали а там ну там помоги ну помоги найти кузовщика помоги там найти маляра то есть у которых есть шопы они уже достаточно давно здесь в америке и как я смотрю по каналу когда я делал какие-то видео прошел очень многие ребята откликнулись у которых здесь шопы и питомца летом там давай там я там тоже так начинал там еще что то то есть я так понимаю что достаточно большое количество русскоязычных шопов все-таки где-то здесь в америке присутствует то есть многие откликались и к некоторым гости я скажем так ездил и так далее тому подобное и как показывает практика многие кто приезжает с россии или с украины или там с других стран суда кто русскоязычный у них очень часто проблемы с английским и они боятся скажем так идти в американские компании я бы на самом деле рекомендовал идти именно в американские компании чтобы вы как бы американизировали чтобы у вас происходило скажем так более глубокая адаптация да не на таком уровне где у вас где вам будет все комфортно все по-русски то есть если вы уезжаете как бы допустим там со россии с украины и сюда попадаете в эту же среду но как бы с какой смысл вы то есть вы получаете то же самое только здесь но если идти в американскую компанию для многих это как бы такой путь рав такой тяжелый то есть они не могут это осилить соответственно они ищут русские шопы и многие русские шопы ищут русскоязычных работников почему потому что ну с русскими очень часто проще договориться чем с американцами по пам по многим вопросам то есть это вопрос как бы ментальности это вопрос языка это вопрос там но некоторых других вещей то есть некоторым работодателям действительно легче легче с русскими так вот и те спрашивают помочь найти работников и эти спрашивают помочь найти работу что я сделал я зарегистрировался на на фейсбуке создал группу которая называется я посмотрю не помню которая называется автор работа в сша значит то там будет как я хочу это видеть работодатели русскоязычные которые ищут русскоязычных эмигрантов к себе на работу причем может быть не только в сша давайте убивать и сша и и европу потому что я опять же тоже видел на канале что у меня смотрят но с разных стран европы значит работодатели дают объявления о поиске персонала что я хочу видеть это обязательно чтобы вы ставили первое это дату когда вы подаете объявление чтобы человек как-то ориентировался на старое это объявление или нет и второе какой штат или какая страна какой город географическое место и дальше уже что вы предлагаете и точно такое же требование к тем кто ищет работу то есть вы просто вешаете туда в ленту в ленту новостей точно так же как вот в фейсбуке или вконтакте лента новостей вот в эту ленту вы просто делаете пост тоже дата насколько это свежий пост потом какой штат или какой город где вы физически находитесь готовы к переезду или не готовы к переезду и потом краткое резюме не прям не надо там расписывать там наверно на 10 строк там всю эту самую свою десадовскую историю а просто ну как-то кратко лаконично чтобы люди понимали кто вы в первую очередь эти объявления будут казаться естественно кузовной отрасли то есть маляры и кузовщики там я не знаю пускай будет там арматурщики там еще кто-то там в общем все что вокруг кузовного ремонта я думаю что мы туда добавим механиков братьев наших меньших потому что ну как вы тоже надо искать работу выпускает будет там какие-нибудь на этом водители там то есть есть какие-то там transportation компании тоже пишите объявления все бесплатно пока что соответственно раз ресурс бесплатный значит никаких ко мне претензий из этого ресурса вы не делаете следить за группой я не буду писать что кто-то там меня где-то там обидел в комментариях или что-то мне не надо вы все там взрослые люди вы разбираетесь между собой да ну какого-то там я не знаю прямого прямого хамство это межнациональных разборок я тоже не потерплю если я там буду заходить там когда-нибудь там раз в неделю или раз в месяц то если кто-то там будет лютовать я естественно буду банить вот значит еще раз повторю потому что заметил по предыдущем видео не до многих людей так быстро доходят все объявления пишутся вот там где create post создать пост вот в ленте то есть вы пишете пост отдельно вывешиваете свою персону или свой шок это первое второе где это можно будет найти на фейсбуке ссылку я оставлю под описанием очень много раз было там где опять я только сниму видео мне где искать под описанием еще раз подать под в описании и первый комментарий после описание то есть двух местах будет ссылочки также помимо этого подарка сделаю еще один подарок вставлю группу с американскими бодишоками то есть та же самая идея до по моему работники там не после там постят только работодатели тоже вставлю там тоже будет работодатели по разным шапа по разным штатам тоже постить свои объявления кого они ищут это если вы хотите как бы попасть к американцам значит группа сейчас абсолютно пустая никого там нету пока я не бойтесь быть первым не бойтесь быть вторым заходите добавляйтесь там пишите и так далее то есть там как-то как-то специально развивать и я не буду меня я говорю у меня нету времени не на канал у меня нету времени не на группу но вот подарю я такой ресурс я знаю что когда-то когда я занимался каналом не достаточно много смотрела людей и в америке и в европе и подарю вот такой ресурс который с которой вы можете использовать да как-то во благо а что еще сразу же сделал такую маленькую пометочку кому стоит пройти мимо группа для тех кто уже в америке или европе или стоит на серьезных лыжах я думаю что каждый понимает что это что это значит для тех кто сидит где-нибудь в россии украине беларусь или в другой стране сидит дома и так думает это послать объявления те вот кто просят сделай мне рабочую визу пришли мне денег на билет я охеренный специалист и тогда я подумаю приехать к тебе или нет вот эти сразу проходите мимо счастья здесь нет на этом все пишите пишите в комменты или есть ли у вас какие-то идеи как это можно скорректировать как можно сделать более более рабочим можно там поход по ходу что-то править по ходу что-то менять и ну и все все спасибо что смотрели не стесняйтесь низками в комментариях не там не здесь везде все пишите везде добавляйтесь пока пока